Дизель Шоу Добрый вечер! Добрый вечер, друзья! Спасибо большое, что пришли. Спасибо, что смотрите Дизель Шоу. Итак, мы начинаем наш концерт. И начинаем мы его с медицины. Сейчас мы узнаем, чем отличается медосмотр в частной клинике от государственной. Встречайте, Марина Поплавская и Яна Глушенко! Добрый вечер, Украину! Каждый год делаю полное медицинское обследование, потому что болезнь лучше предупредить, чем лечить. На работе сказали пройти медосмотр. Сразу подскочило давление. Наверное, на работе хотят от меня избавиться. Взяла с собой только сумочку и кредитную карту. На всякий случай страховой полис. Купила коньяк, конфеты с люкером. И на всякий случай взяла деньги. Вдруг доктор-трезвенник. Поликлинику недавно построили, поэтому там приятный современный ремонт и приятный аромат. От вида поликлиники давление подскочило еще больше. Даже начал подергиваться глаз. Наверное, от запаха хлорки, который добивает аж до остановки. На входе вежливый гардеробщик предложил мне сдать верхнюю одежду. На входе сразу обложили матом. Из всего предложения разобрала только «Куды ты по помытому». Хоть отопительный сезон еще не начался, в больнице приятно тепло. Хоть в больнице начали топить неделю назад, такое впечатление, что внутри уже январь. Ресепшн расположен прямо на входе. Это очень удобно. Приняла участие в бесплатном квесте «Найди регистратуру». Персонал на ресепшне очень улыбчивый и внимательный клиентам. Увидим лицо женщины с регистратуры, реально испугалась. А когда она спросила мою фамилию, бабушка передо мной начала сдавать анализы. На ресепшне выдали бесплатные бахилы и проводили до лифта. За бахилами надо идти в аптеку в другое здание. Стало лучше. Раньше надо было ехать в соседнюю поликлинику. Но бахила – это дорого, и я пошла в супермаркет за пакетами. Очень быстро и любезно оформили электронную медицинскую карту. Оказалось, что оформить субсидию – это цветочки. Ягодки – получить медицинскую карту. Пока оформляли мою карточку, предложили кофе. Мелочь, а приятно. Если регистраторша не перестанет хамить, ей придется и себе медицинскую карту оформить. Пока ждала свое время приема, подключилась к бесплатному Wi-Fi и посмотрела свою ленту за день. Пока ждала в очереди, посмотрела драку двух бабулек. Взяла номер и жду своей очереди на табло. Дала в табло придурку, который лез впереди меня в очереди. Оказалось, терпевт. Ну, бывает. Очередь аплодировала. Три минуты. Передо мной очередь из двух человек. Это минут пятнадцать. Это до завтра. Очередь такая, что сегодня или принимает доктор Хаус, или в кабинете находится саркофаг с пироговым. Доктор очень вежливо попросил пропустить женщину с грудным ребенком без очереди. Конечно, все согласились. Что значит только спросить? Ты сейчас алкашу-травматолога спрашивать будешь? А, ты и есть травматолог? Ага. А, ну тогда тебе повезло. Сможешь сам себе челюсть справить. Пока ждала свою очередь, посетила санузел. Там чистенько и стерильно, как будто в операционной. Угу. Потерплю до дома. Иначе можно попасть в инфекционку. В клинике есть кафетерий. Успею выпить чашечку кофе. Зашла в столовую. В туалете было еще терпимо. Увидела, как выглядит еда. Потерплю до дома. Врач добрый, улыбается, постоянно шутит. Настоящий профессионал. Врач добрый, улыбается, постоянно шутит. Видно, рассмотрел бутылку коньяка у меня в пакете. Потому как доктор меня обследовал, я поняла, что он хоть молодой, но опытный. По запаху перегара я поняла. Доктор довольно опытный. А по состоянию медсестры видно, что она еще более опытная. Доктор предложил на всякий случай сдать анализы. Доктор сразу взял коньяки, конфеты. На всякий случай еще взял 300 гривен. И вместо анализов посмотрел горло. Мне прописали витамины для усиления иммунитета. Очень удобно, что рецепт распечатывает тут же на принтере. Вот гад. Ты вот сам это написал, а теперь не можешь понять, что это такое? Мне в прошлый раз три аптеки по твоему рецепту разный препарат продавали. Очень рада, что я полностью здорова и в следующий раз приду на обследование уже через год. Ай, ладно. В больнице подхватила какую-то хрень. Придется еще раз туда ехать, оформлять больничный. Будет она проклята. Друзья, будьте здоровы. Или лечитесь дома. Дизель Шоу В Украине одна бабушка вызвала сатану, пытаясь прочитать выписанный ей доктором рецепт. Кстати, в Украине медицина по скайпу признана самой безопасной. Ведь чем дальше от вас находится врач, тем больше шансов у вас выжить. Итак, давайте представим, к чему может привести такое лечение по скайпу. Доктор, ну что, вы уже с обновками разобрались? Выучили, что где лежит? Это было не трудно. Активированный уголь в тумбочке, а медикаменты и оборудование в соседней области. Да, да, добрались таки до нас реформы, дождались. Вам закупили новое оборудование. Серьезно? Да, а что вы думали? Район про вас забудет? Выделили деньги, провели тендер. Счастье яке. Нарешти, нарешти мы сможем нормально ликовать. Это ж и быстрейше, и краще будет. Да, поэтому вот вам, доктор, ноутбук. Ну, правда, немножечко БУ, но батарея еще держит, аго-го, три, а то и четыре минуты. Ноутбук? Вы издеваетесь? Я рассчитывал хотя бы на аппарат УЗИ. Я ж полбудущего ребенка при помощи бабки определяю. Доктор, в министерстве сказали ноутбук, значит, ноутбук. С его помощью вы будете связываться с более квалифицированным специалистами из города по скайпу. Вот такая реформа. Удачи. Спасибо. А УЗИ я тоже по скайпу делать буду, да? А то бабка уже через раз угадывает. Вы бы нам лучше таблетки какие-то прислали. А то травками уже лечить не комильфо. Так, что у нас там за скайп такий? Подивимемся. Вы кто? Здравствуйте, я ваш сельский коллега. Вот проверяю, как реформи работают. Здравствуйте. Я извиняюсь, вы что, заикаетесь? Не-не-не-нет. А, понятно. Ноутбук есть, а интернета, как не было, так и нету. Все через одно место. Что? Болит одно место? А, сейчас я это, я как раз себе вот мазь накладывал. Сейчас я скажу, как называется. Не-не-не, мазь не треба. Разумеете, у нас тут нетипичный случай для села. Девушка соби дуже сильно увеличила грудь и теперь не может сбирать урожай. Что, что, что он тебе увеличил? Девушка грудь увеличила. А, девушка? Ага. Ну-ну. Что порадите? Графия. Что, что? Связь пропала, еще раз, будь ласка. Есть ее графия. Флюорография? А это поможет? Фотография ее есть? Ну там у нее все видно. Я не зрозумел. Зараз я поправлю интернет. Что, я не слышу тебя сейчас? Интернет, скажу, поправлю зараз. Изображение пропало. Зараз, зараз, зараз. О, во, во, сейчас хорошо. Нормально? Ага. Вот такой. Нормально? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Один доктор в селе остался, и тот повеситься хочет. Ну, че ж такое, я надею ничего. Ну, че ж. Привет, Петрович. Клаудия Степановна, добрый день. Проходьте, будь ласка, седайте. Ага. Будь ласочка. Ага. Будь ласочка. Ось, добренько. С чем сегодня пожаловали? Угадай. Артрит? Нет. Радикулит? Нет. Давление? Нет. А что тогда? Заинтриговали прям? Все сразу. Ну, добренько, будем вас зараз оглядать. Не-не-не-не-не. Я по телевизору смотрела. Уже можно по компьютеру с доктором связываться. С городским? Звони доктору. Он пускай меня осматривает. А что вам той доктор? Я вас уже сороков знаю. Я знаю все ваши трещинки. И я их ликовать тоже знаю. Звони доктору, говорю. А то пойду я выпью, а в предсмертной записке напишу, что ты посоветовал. Звони. Добрый, как скажете. Ось. Пожалуйста. Ого, два доктора у нас. Здравствуйте. Кто это? Это я, ваш сельский коллега. Я вам звонил. Помните? Да, да, да. Помню. Помню. Мазь хотел узнать. Сейчас как она называется? Жопомесил. Да, да. Все. Счастливо. Не-не-не, мазь не треба. У меня тут пациентка. Розумієте? Да. Я не вижу ее. Сделаешь МРТ, поперезвонишь. Ага. А яке МРТ? У нас в селе не мае МРТ. Что ж таке? Делай МРТ. Лавдия Степанівна, у нас не мае МРТ в селе. Я говорю, делай МРТ. А то вот прямо вот тут сейчас окочурусь. Милиция прийдет, а у меня в холодненьких ручках записка з твоим именем. Быстро. Добренько. Зробим вам МРТ. Тільки очи заплющить. Так. Заплющить. Вставайте, пошли в кабинет. МРТ. Обережно тут голову пригинайте. Обережно тут. Так. Ступенька. Осторожно. Так. Седаем. Ось кресло МРТ. Починаем сеанс МРТ. Все сделали. ой сразу полегчало сразу этого мрт лучше стало звони доктора будем говорить ему спасибо вот вот молодец какой ну что мрт сделал да сробили спасибо а ну покажи мне бабку так что бабка еще что-то болит сердце сердце колит сердце а уверен что именно сердце ну-ка это пощупаю ее там только так на камеру пощупай чтобы я видел якось дивно звучит вы мали на уазе провести осмотр что там смотреть доктор сказал щупай значит шупать мне уже 20 лет никто не вступал а ну давай клавдия степаневна я зараз вас буду осматривать области груди не трохи пощупаю но имей в виду что сердце у меня тут а горуч вот тут добренько давайте пощупаем ниже 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 все нормально все нормально там все нормально я пощупав все нормально я пощупал пощупал ты послушаю ну слушай родилась я в екатеринославской губернии в селе макеевка слухать треба специальным инструментом родилась я в екатеринославской губернии шо вы робите ай звони городскому доктору ничего не можешь не пошупать не послушать звони городскому доктор у меня не получается с бабкой я вас не вижу но виагра вам помощь о виагру давай клавдия степаневна цель для чоловеки ну давай я деду дам ему лекарства тоже нужны давай быстро доктор поможить что-нибудь еще спину ломит что спина болит спину да ну если болит спина значит нужно пациента перевернуть и выйти какой интересный доктора давай давай так как мне становиться лучше для процедуры для процедуры а что вы робите как что доктор сказал давай я все слышала не треба чего рубит и там что доктор говорит давайте на всяк випадок я перезвоню доктору еще раз питаю давай я же все слышала доктор повторить будь ласка через что треба зробить пациента нужно перевернуть и выяснить причину боли а я уже обрадовалась еще жалобы есть что горло болит что горло 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 это нужно ласкать 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 и потом тройки ухты и сейчас ты все слышал давай ласкай меня ласкай ласкай ну и про главное потом не забудь давай уже точно а я степаневна вины тема фна уазе я не такой же давайте перезвоним ага методином на увазе ты боязли вы можете доктор доктор то я ваш сиськи коллега а опять вы а мы ну так что непонятного горло горло полоскать и трахисан трахисан еще жалобы есть голова окружится а голова это давление померяй ей давление добренько померишь потом наберешь не кидайте трубку бо я завжди некось не вовремя звоню вопрос я на связи ага добренько я ж попросил накидать трубку девин спрятался там а то что ж такое а что ж ты меня накачал как лодку я тебе что резиновая баба что ли вы бачте клади степаневна я я я я суть я выпадкова вы бачте давайте еще раз подзвоним эйх ты звони кто это доктор сия ваш коллега можем и вам бабку переправим а так вам а деньги у нее есть ну откуда у нее деньги тогда все занято все палаты забиты а я покажется ваша фамилия плохая связь что-то тут шум какой-то выше петли на швыц роботы а вы вы рукою камеру закрыли на что вы це робите да ничего подобного это реально реально связь что-то плохо мне милок зараз 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 ваша ваша улюбленная ваша улюбленная доктор допоможить доктор да куды ж вы доктор уберите руку кажут еще краще подавилась давайте раз два три четыре давай не умирай пять шесть я в этом не участвовал и раз ой спасибо тебе белок в который раз бабушку от смерти вручаешь уже я уже даже не считаю я считаю восемнадцатый уже ой хороший доктор ты простите бабку старую вредную а вот этого доктора я терпеть не могу я его сразу не влюбила а дай-ка мне ручку будь ласка спасибо тебе хорошо а шо це вы робите а я этого доктора найду у него прям в кабинете а качурусь мне вскрытие сделают а внутри записка с его именем мизмить ноутбук собою та нашо он не нужен то на дорожку вина горячий будете им спину греть дизель шоу самой сложной работой в мире была признана работа жены украинского депутата ведь они управляют множеством заводов обрабатывают гектары земли и убирают огромные площади особняков и квартир а вот как выглядит отдых жен украинских чиновников драсти Дамы, что будете заказывать? Значит, я буду вино Шота де Бриллион только 1974 года, ага. Значит, я буду все-таки Шота де Бриллион только 19-го года рождения. Ну, собственно, как и мой год рождения, да. Вы тоже по такой схеме заказывали? А вот вам еще одна пластика и вообще перестанут приносить алкоголь, ага. А мне виски обнови. Матильда Борисовна, я понимаю, это, конечно, не мое дело, но это уже у вас шестое ведерко с утра. Женя, давай пошевеливайся, а то ты мне уже начинаешь нравиться. Минута. Я не поняла, что-то вы его все время гоняете за шампанским. Черпаете из бассейна. Я еще там не купалась. А вот мне интересно, сколько вам в этом году обошлась путевочка? Не знаю, мне за нее муж плачет. А вам? Столько же, ага. А вам? А я последний раз о деньгах думала, когда союз развалился. Смотришь, как в собственном подвале гниют миллионы рублей. А ты ничего, ну прям ничего поделать не можешь и купить нечего. А говорили сервис, ну шатается, нечего подложить, а? На, держи. Это же десятый айфон. Это десятый мой десятый айфон. А, все равно шатается, говно твой десятый айфон. Дай сюда. Ага. На, два пятых. О, теперь хорошо. Я ж всегда говорила, что пятерочка лучше, ага. Надолго приехали. Пока не закончится. Путевка? Следствие моего. А, а за что его взяли? За какие-то яйца. А, эти, фаберже. Ну он не уточнял, но сказал, сиди там, меня крепко взяли за яйца. И давно ты тут? Уже три месяца. Ой, боюсь, чтобы его там не посадили. Не боись. У нас в стране законы чтут, еще никого не посадили. А вы давно тут? С февраля 2014-го. Ой, так это ж когда наши к власти пришли. Так это, шо вы из тех? Из кого из тех? Из тех? Из тех, кто думали, что будет все по-прежнему. И теперь все увидели, как мы были правы. АПЛОДИСМЕНТЫ Так это вы уже три года тут? Ой, представляю, как дорого обходится вам этот отель. Даже не представляешь. Это самый лучший отель на побережье Испании. Пятнадцать гектаров земли. Оплата персонала, бухучет, гемора куча. АПЛОДИСМЕНТЫ Так это что, ваш отель? Ну да. Ах, ёх. Скажите, ага, ага. Ого. АПЛОДИСМЕНТЫ Я тебе хочу сказать, детка, что отель это бонус. Мы вообще-то остров покупали. АПЛОДИСМЕНТЫ А дорого приобрести остров. Я так на будущее спрашиваю, ага. АПЛОДИСМЕНТЫ А у нас хороший адвокат. Он доказал, что вследствие движения тектонических плит, наш остров каждый год сдвигается на два сантиметра. И шо? Ничего, оформили как плод. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ А чем же это ваш муж таким занимается, что у него столько денег? А тем же, что и твой. Яйцами. Да? АПЛОДИСМЕНТЫ Кому надо, подкатывал. А потом кому надо, откатывал. Яйца перекатчику на меня. АПЛОДИСМЕНТЫ Не говори. Только вот должность не помню. АПЛОДИСМЕНТЫ То ли главный по борьбе с коррупцией, то ли главный коррупционер. АПЛОДИСМЕНТЫ О! Бабы! Ха-ха! О, щас мы бабоньки, Олен! Отдохнем по-человечьи! Фух! Женя! АПЛОДИСМЕНТЫ Выкинь-ка этого козла, а! АПЛОДИСМЕНТЫ Ой, брутся сюда все, кому не попадя! АПЛОДИСМЕНТЫ Какой-то вшивый замминистра, а все сюда же! АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ И говори, из грязи в князи, прямо из куяльника и прямо в крушавель! АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Слушайте, а мне что-то лицо этого официанта знакомое. АПЛОДИСМЕНТЫ Я его тоже где-то видела, ага. АПЛОДИСМЕНТЫ Так это бывший губернатор Кировоградской области. АПЛОДИСМЕНТЫ Мой его туда устроил. А потом сюда. А за барной стойкой бывший мэр стоит. АПЛОДИСМЕНТЫ А судья и прокурор в ваших номерах убираются, не видали? АПЛОДИСМЕНТЫ Мой добро помнит яйцоперекатчик. АПЛОДИСМЕНТЫ А мой такой романтик. Он на нашу медную свадьбу подарил мне заводик по добыче меди. Да, на хрустальный заводик по добыче хрусталя. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Я так понимаю, что силиконовую свадьбу вы каждый год отмечаете, да? АПЛОДИСМЕНТЫ А вот мне, мой, когда делал предложение, то подарил золотой заводик, ага. А мой просто решил меня побаловать и подарил шоколадную фабрику. АПЛОДИСМЕНТЫ На ту самую даже у моего денег нет. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Короче, завтра летим на моем самолете в Париж. Нет, я предлагаю на моем лайнере в Доминикану. АПЛОДИСМЕНТЫ Хорошо, тогда мой пилот привезет нам туда кофе и круассаны. АПЛОДИСМЕНТЫ Так, подождите, это их жены или любовницы? Я говорю, что это конкретно бывший министр экономики и главный судья. Просто их начали искать очень серьезные люди. АПЛОДИСМЕНТЫ А какие были мужики? АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Я вам честно скажу, что мы узаконили все свои деньги. Что, серьезно? Как? Ну, по последней пенсионной реформе можно докупить себе трудового стажа, да? Так вот, я и докупила себе сто тысяч лет трудового стажа. АПЛОДИСМЕНТЫ И теперь официально получаю миллиард гривен пенсии. АПЛОДИСМЕНТЫ Очень удобно, знаете ли. АПЛОДИСМЕНТЫ Знаете, прекрасная схема, но она немножечко, мне кажется, получше. А мы четыре наших фирмы оформили на тосика. А муж говорит, что нужно еще одну собаку купить, чтобы на нее ОАО оформить, да. АПЛОДИСМЕНТЫ А мой любовницу завел, чтобы два завода на нее переписать. Больше вам скажу. Я сама искала эту любовницу. АПЛОДИСМЕНТЫ И что, вы ей прям так доверяете? АПЛОДИСМЕНТЫ Конечно, человек проверенный. АПЛОДИСМЕНТЫ Жена моего любовника. АПЛОДИСМЕНТЫ А у нас, чтобы корпорацию оформить, бабка воскресла. АПЛОДИСМЕНТЫ Свят, свят, свят. Не, не, по документам. А еще мой задекларировал аж 300 миллионов. Ага. А мой 500 миллионов. Ага. АПЛОДИСМЕНТЫ Пенсия пришла. Ага. АПЛОДИСМЕНТЫ Женя, напомни мне, пожалуйста, этот ярдик снять. Конечно. Ваши напитки. Ага, спасибо. А где мой виски? Матильда Борисовна, забыл уточнить вам бутылочку. Ведерочком. Я же вас знаю. Еще одна ведерочка, и вы начнете ко мне приставать. Женя, ладно, скажи тогда мэр, о господи, этому бармену, пусть мне ведерко виски в номер занесет, а ты через час придешь и обновишь. Да, конечно. Кстати, Матильда Борисовна, там министр экономики разошелся по пьяни. Пистолетом машет. Женя, я для чего тебе корочку набушника сделала? Припугни его, чтоб до ночи из номера не вылезал. Точно. А ну иди сюда, говнюк. Так, я продолжу. Ага. Значит, мы когда с мужем оформили все наши доходы, оказались на десятом месте в украинском Форбсе. Ага. Мой тосик на седьмом. Его даже на обложке напечатали. Ага. Печататься в своем журнале считаю западлом. Мы большую половину денег отдаем на благотворительность. Вот правильно. Мы тоже животным помогаем. Всяким там кошечкам, собачкам, бюджетникам там разным. А вы слыхали, коммуналка подорожала? Тебе не пофиг. Конечно, не пофиг. Сто шестьдесят квартир, и это только на Печеске в Киеве. Знаете, как тяжело. Так субсидию оформи. Но если сами не вытягиваете, и вообще государство должно помогать своим гражданам. Девочки, скажите, а если у меня на день рождения Потап выступал, то это нужно было декларировать? О мелочах не знаю. А вот у меня на день рождения выступал Элтон Джон. Так мы задекларировали. Ага. А у меня Элтон Джон пел Потапа. И знаете, душевно так. Пырышки-пупырышки, на-най-най. Да, так душевно было. Матильда Борисовна, Матильда Борисовна, у министра экономики тоже есть корочка набушника. Так поднимись за верховным судьей в 314-й. И вы что, думаете, он его испугается? Думаю, нет. Но кумовья как-то между собой договорятся. Отлично. Спасибо. А как вы вывозите деньги за границу? Через офшоры. Мы тоже, ага. А вы? А я в бюстгальтере вывожу. Да ладно. Как ты думаешь, для чего я все это делаю? Для красоты? Нафиг оно мне надо. Ой, правильно. Девочки, все деньги надо вкладывать в себя. В образование. В этот, как его, в интеллигент. Ага. Вкладывать в себя – это вкладывать в себя. С губы, в груди, в ягодички. Ой, девочки, у меня от этих вложений очень дурные воспоминания. К нам, когда нагрянули с обыском, я в себя вложила около миллиона. И шо я вам скажу, самые вкусные деньги – это фунты. А вот от бакса у меня и жжу. Всем оставаться на своих местах, никому не двигается. Работает отдел по борьбе с коррупцией. Так, кто из вас, Матильда Борисовна? Быстро! Сердце. Больно? Пофиг, шо. Матильда Борисовна, вам от мужа подарок. Ой! Ой! Какой он рапман! Какой он рапман! Ой! Ой, вот так. Романтик, хороший мальчик. Поднимайся в номер, я сейчас приду. И ты, поднимайся. Матильда Борисовна, я реальный сотрудник. Хочешь остаться реальным сотрудником – поднимайся. Дизель Шоу. В жизни любого украинского чиновника есть три романтических момента. Рассвет, закат и откат. В начале этого года английская королева арендовала землю в центре Киева. И это не шутка. Об этой новости писали средства массовой информации. Но! Арендовать землю в центре Киева и ее оформить – это две большие разницы. Итак, представители королевы добрались до нашего украинского БТИ. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Я вам сказала, у меня убит. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну поймите, у вас сегодня единственный приемный день. АПЛОДИСМЕНТЫ И обид у меня тоже единственный. С дванадцятої до чотирнадцятої тридцяти восьми. АПЛОДИСМЕНТЫ Но после обеда вы меня примите. АПЛОДИСМЕНТЫ После обеда у меня уже неприемный день. АПЛОДИСМЕНТЫ Слушайте, ну я уже месяц пытаюсь к вам попасть. Месяц? До меня людина пять років ходила. И нічого так и не добилась. Так что вам практически по срочному робимо. Идите, приходьте наступного тижня. До свиданья. До свиданья. Excuse me, may I come in? Иностранец? Ну шо ж, валюту я можу приймать и в обеденный перерыв. Камин. Я ждать с п'ять утра. Что это за очередь? Европа выделяет деньги на реформы. Где талончики? Где электронный регистрейтор? Вообще не с того начал. Очередь? Це Ukrainian tradition. Understand? Бачил там винок в коридоре лежить? Знаешь, яка поважна людина там померла в очереди? И шо, зараз поставить цей электронный регистратор и признать, что его смерть была напрасна? I'm so sorry. Та ничего, это уже было давно, того тижня. Мне нужно оформить участок. А я це чую по сорост на день. Звідки ти? Від кого прийшов? Я подданный Великобритании. Ой, у нас кожный третий депутат подданный Великобритании. И шо? Я рицарь ордена подвязки. Обладатель ордена Британской империи, а так же ордена Святого Георгия. Герцег Эдинбургский, сэр Уильям Бриджстон Третий. Ну, с такими документами ты уже не третий, а пятый. Так шо, не надо тут трусить своими подвесками. Я действую по поручению моей королевы. Ой, знаешь, для яких королев тут наши чиновники оформлюют землю и будинки? Твоей навіть не надо братися. Возможно, вы меня не так поняли. Возможно, трудности перевода. Do you speak English? Nein. В колледже? Исключительно по видеокассетах. Ладно, шо там за участок? Шестнадцать соток на улице Костелной. О-о-о-о, це участок практически в самий эрогенний зоне Киева. И сколько? Шестнадцать соток. Это я чула. Сколько соток ты принес, чтобы оформить все 16 соток? Шестнадцать соток. Шестнадцать соток. Вертику, уже б что-то оформлю. Вы что, намекаете на взятку? Это же коррупция. Вы знаете, что с вами будет, если я доложу, куда следует? Я знаю, что за мной будет, если я не доложу, сколько надо, тому, кому ты собираешься жаловаться. Я буду жаловаться в НАБУ. Ой, только не надо пугать меня НАБУ. Я сама кого хочешь НАБУ. Почему вы просто не можете оформить участок? Потому что у тебя не просто участок, а участок в самом центре Киева. Ось у вас в Лондоне, что можно так просто прийти и взять в аренду свободный участок? ГЕС. Неудачный приклад. Короче, у нас в Украине так не можно. У нас вся земля уже чиясь. Навіть якщо вона ничья. Ну, у меня договор с Киевсоветом. Договор аренды. Это вообще Филькина грамота. У нас в Украине цены противы. Это земля для Ее Величества Королевы Великобритании. А, ось як все закрутилося. И чо? А чо она сама не прийшла? Чо, приболила? У нас тоже гриб щас таки ходить. Жуть вообще. И чо? Чо вы решили ее в Киеве то? Чо, в Лондоне нема местов чи дорого? Чо вы такое несете? Королева в полном здравии. А, то вы на будущий год интересуетесь. Этот участок Ее Величество арендует для государственных нужд. Нужд? А, вы решили платный сортир поставить в центре Киева? Все хорошая тема. Деньги ж не пахнут, да? На арендованной нами земле находится посолство. То, то, вы уже шось построили, ты пришел узаканювать? О, так та и инша процедура, це вже дорожча. А шо вы там построили? Маф чи шаурмячку? Ничего мы узаканювать не собираемся. Це, конечно, твое діло. Ну, просто ти потім туди ні електрику, ні воду, ні газ не проведеш. Ось ти був вже в горводоканале? Нет. Сходи. Дуже рекомендую. А в посольстві диявола вже був? Где? Це ми Київгаз так називаємо. От туди сходи, спробуй без грошей договоритися. У нас там уже все построено і подключено. Построено і подключено, то не значить, що узаконено. Да що узаконювать, там уже стоїть посольство Канады. А, Канады. Ну-ка, стопе. Посольство Канады, а королева Великобританії. Це шо, ви там, субаренду будете мутить? Це вже зовсім інші гроші. Формально, королева Великобританії також є королевой Австралії і Канады. Формально, я принцеса Оболонії Троєщини. Але довідки у мене такої нема. А нас потрібна довідка. Ми вже здали на костюльній квартиру одному. СБУ потім його з крыши не могла снять. Іменем королеви я требую, щоб ви оформили договор аренды і ви дали його мене по закону. Ти хочеш по закону? Єс. Ну ладно, давай по закону. Представте, будь ласка, гражданський паспорт, ідентифікаційний код, технічну документацію, кадастровий план, згоду сусідніх землевласників. Завірено на то, реально, це раз. Ну разве всього цього нет у вас в комп'ютері? А разве ти тут десь бачиш комп'ютер? Тетрадка! Ось наше все. Так, давай далі. Королева замужем? Yes, of course, это известный факт. Тоді мені потрібна згода чоловіка та свідоцтво на шлюб перекласти української мови та завірити їм на все реально. Ну, а це невозможна. Возможна ще й не таке. Документацію від санінпіденстанції, від БТІ і контрольний в голову. Орендатор повинен присутствувати лично. І що, хочете, щоб сама королева приїхала сюди, в вашу контору? Це не я хочу. Це закон хоче. І щоб вона була тут, не піздіше 17.00. Бо в 17.01 я отсюда с'ю... С Йоркширським тер'єром іду гулять. Люблю гулять с Йоркширським тер'єром. Йор-майджесті, я дуже прощаюсь. Ви виробили ви бачите? Ням-ням-ням-ням-ням-ням. Ой. Господи, знов цитрубачі. Що, опять президентська проверка? Ее величество Елизавета II. Божьей милостью. Глава Соединенного Королевства Великобритании, Северная Ирландия, а также елих царств и государств. Королева, глава Содружества, защитница Вери. Господи! Боже ж ти мій, у мене ж тут холодець стоїть. Що ж я дуреха його не поставила в холодильник. Ох, живі, живі. Так. Алла Верди! Надежда Петровна, милістью свого кума Андрія, голова Двух Точек на Троєщинському Рынку, та владеліця ларька на вулиці Барбюса. Приємно познайомитись, колега. Ви должны обращаться к королеві Ваше Величество. Ні-ні-ні-ні, так я обращаюсь тільки до свого непосредственного начальства. Встаньте і поклонитись. Це Є Величество, королева Великобританії. Значить, по-перше, ми це після регіоналів відмінили. По-друге, звідки я знаю, що це королева? Я що, тримала її паспорт, перекладений українською та завірений на ту реальну? Ну, королеви немає паспорта. Все паспорта віддаються від її імени. Ну, це вона, звісно, майже така ж крута, як наш міністр МВД. Ну, ІНН же ж у мене і повинен буть. У королеви немає ІНН. Чого? По релігіозним причинам? Ой, ладно, то немає діло. У мене одне питання. Як така старушенція нашкребла грошей на 16 соток в центре Києва? Ви що не знаєте, королевська сім'я – самая богатая сім'я в мірі. З цього треба було починать нашу теплі бісіду. Чай, кофе, холодець не предлагаю. Предлагаю щось вже оформлювати. Давайте, кажіть, повне ім'я арендатора. Єлизавета Александра Марія. Подожіть, не поняла. Що, три співласника буде? Ні-ні-ні-ні-ні-ні, так не піде. Як по-батькові? Що такоє по-батькові? Батька як звуть? О, Принц Альберт, Герцег Єоргський, Король Георг. Опять не поняла. Так, Альберт і Георг. Що, два батька? У нас в Україні однополі брак і вообще заборони ні. Ладно, давайте так, запишемо Лиза Альбертовна. Якщо хочете подлінеє, доплатіть за лишні клеточки. І це буде кеш. Де ви має проблем? Є, Є, Майчесті. Що вонс мані. Хо в мач? Королєва інтерісується... Це я розумію. Фівти таузанд доларс, нау! Ми не сагласне. Ми будем действовать по закону. І ця не з того почала. Ладно, давайте по закону. Будь ласка, справочку із Жека предоставте. Із какого Жека? Із вашого Букингемського. Чи у вас ОСББ? Мені все одно, мені головне, шоб це була справка номер три, шо така-то така-то Лиза Альбертовна проживає по такому-такому-то адресу, Букингемська штраса, чи як там у вас. І боргів за комуналкою немає. Ну, у нас тільки грамота монарха на царствувані є. Та, це і таке я можу зробити і в фотошопі сама. Це документ 53-го року. С печатами династиї. Та, це шо? Сургуч? В якому столітті ви живете? У нас печатки Сургуча відмінили ще того року. Стоп, 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 стоп. Букингемський дворець, це шо ваш? Йес. І Вінзорський замок теж ваш? Йес. Поздравляю, гражданочка, на субсидію можете не розсчитывать. Субсидія? Ти не зможеш об'ясніть. Юкриняська глобал махінійшн. Я извиняюсь! Здрасте! Я льготник! Мені можна без очереді! Дід, ну шо, ти не бачиш, що тут вже є одна льготниця? Я тобі казала, що на дверях написано не більше одного льготника в день, бо ви мене дратуєте. Іди звідсіля, бо ти в мене ту землю на могилку будеш ще п'ять років клянчить. От знав би, що так буде, не біжал би з румынського плена. Дід, дід, дід. А ти не чоток. Дід, 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 дід. Ви ще тут? Йес. Королева не понимає. Ми стільки денег виделяємо на реформу вам, а ви до сих пор требуєте справку із какого-то жека. У вас в країні три рази вже власть мінявся, а тут все на тому же місці. Це там, наверху, власть мінялась. А у нас тут, як в королевстві британському, все стабільно. Ой, ладно, ладно. І з уваження к вашому сипучі-пісочному возрасту, прийму вас о 12-ій години. Сразу після майських. А когда у вас заканчиваються майські? Хто ж його знає? Як пойде? Ну коли ж вони закінчаться? І от, як закінчиться, сразу приходьте о 12-ій. І не забудьте фотки 3 на 4. І без ваших корон і кандібоберів. Хорошо? Спасибо. Сен-кью. Сен-кью на бред не намажеш і в покет не положеш. Goodbye. Фірміно отморозилась. Ну нічого, нічого. Ти до мене ще походиш. Київрада переіменувала Костюльну на Кирилівську. Так що прийде ще коза до возу? Дизель-шоу. А в наших программах мы часто шутим о полицейских реформах. Сегодня мы решили соединить, то есть два в одном. Пошутим о полицейских реформах. Ну, полицейская реформа. Знаете, это когда те, кто раньше кричали, менты-козлы, теперь работают в полиции. Причем в подчинению этих бывших козо-ментов. Да. Кстати, в 2018 году упростили требования набора в новую полицию. Теперь достаточно просто прийти трезвым. На самом деле в нас в полиции действительно серьезный недобор. 17 тысяч вакансий на должность полицейского. В общем, в связи с этим в ведомстве решили брать практически любого. Что из этого вышло, давайте смотреть. Товарищ генерал, я все понимаю, недобор. Ну, у меня ж тут не психбольница, кого вы мне присылаете? Есть подождать до выборов. А вы сегодня будете на больничном? Ну, выздоравливайте. Заходите! Здрасте! Да, щенячий патруль в полном составе. Многое лето, многое лето. Да шо ты забываешь? Привет, начальник, че вызывал, а? Во-первых, не начальник, а товарищ майор. Во-вторых, вам лично я запрещаю употреблять слово «вызывали». А в-третьих, что это за внешний вид? Дольче Габбана. Ну, нам сказали, что форму выдадут нам только на следующей неделе, а пока сказали свою максимально приблизить к полицейской. Да, приблизили, так приблизили. Это что такое? Манитола. Чья? Давай пятьсот твоя будет. Я спрашиваю, чья магнитола? Это из нашего патрульного автомобиля. Сами понимаете, ситуация в городе сложная, стремно его так оставлять. Кадила вам зачем? Это исключительно для самообороны. Для какой самообороны? Ну, как же. А-а-а! 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 У российских есть оружие. А-а-а! Оружие нам не дали, сказали Палевна. А у меня оружие осталось с прошлой работы. Значит так. А-а-а! Кляп на ручнике. Дубинка кое-какая. Какая? На батарейках. А-а-а! Значит у меня там еще есть что? А-а-а! Клофелин. Что? Ой, нет. Это спаза прошлой работы. А-а-а! Так зачем? А-а-а! Клородий для Семены от давления. Вот, кстати, по Семеновне. Семеновна, мне докладывают, что вы не отвечаете на запросы по рации. То есть вы согласны. А-а! А-а-а! Семеновна, включи аппарат! Служу Советскому Союзу. Ну теперь понятно, почему она в рацию не отвечает. А, ну если понятно, я отключаюсь. Семеновна, включите, я не закончил. А я батарейки экономлю. Семеновна, включите и послушайте. Ну снимайте в этих ваших котов с деревьев. Бог с вами. Ну зачем вы потом их всех тащите в отделение? У меня уже как в цирке воняет от ваших котов. Я этих котов! Да я про котов! Не экономьте вы ваши батарейки! Так, так, котиков же нельзя в квартиру. Почему? Соседи вызывают полицию. Мы приезжаем и замкнутый круг получается. Так, Семеновна, завтра же, чтобы твоих котов в отделении не было. Семеновна, сегодня же убери котов! А может, это и не коты вовсе делают. Теперь по вам. Отставить сосать! Леденец на работе! Не, подождите-ка, шо значит отставить? Вы же сами говорили, шо леденцы нам положено по инструкции. Леденец на нашем сленге. Это жезл для остановки транспортных средств. А знаете, шо на нашем сленге обозначает жезл? А ее леденец лучше работает. Она его, когда из рота вынимает, шесть полос останавливаются посмотреть. Вот это, вот это что за самодеятельность? Это средство для остановки любых транспортных средств. Человек останавливается, водитель сразу выходит из машины, становится на колени, целует крест. Да такого уважения к полиции отродясь в этой стране не было. А поборы как увеличились? Пожертвования. Какие пожертвования? Абсолютно легальные, вот. Все записано, кто кому чего. Товарищ начальник, мы тут в стране такие порядки наведем. Ты страну не узнаешь. Не надо меня пугать. Вы понимаете, с тех пор, как вы заступили на патрулирование, раскрываемость упала в два раза. Ой, только не надо вот это вот наваривать. А вот в этих руках ничего еще никогда не падало. Да, батюшка? Начальник, просто в органах сейчас наши работают, а своих сажать западло. У вас телефон. Алло. Какая нахрен Агент Кирилловна? Это меня. Я сказала, что на этом номере буду. Это вообще-то мой номер. Да иди ты. Алло. Теменовна у телефона. Так. Так. Конец связи. Агент Кирилловна докладывает. В подъезд зашли один наркоман, две проститутки. Я прошу прощения. И овчарка без намордника из семнадцатой квартиры. Овчарка заминировала подъезд. Выезжаем на задержание. Поехали. Да какое задержание? У нас есть четкий план. А почем ваш четкий план? План по раскрываемости правонарушений. А вы его срываете. Вы должны препятствовать правонарушениям, а не создавать их. У меня вот целая стопка жалоб на... Семеновна, вылетишь со своими котиками! Котики протоколы изучали. Может, чего вынюхают? Вы вчера преследовали автомобиль. Где видеозадержание? Удалил от греха подальше. От какого греха? От ютубного. Какой автомобиль вы преследовали? Мерседес Майбах Лимитед Эдишн 63 Турбокомпрессор. Кто был за рулем? Мой бывший шеф. А пассажиром? Ваш нынешний. А с кем он был? С моими бывшими коллегами. Теперь понятно, на каком больничном, товарищ генерал. Кошмар. Начальник, можно присесть? Ноги затекли. Садитесь. Спасибо. Вы с ума сошли? Встаньте. Спуститесь. Встаньте, то спуститесь. На ноги. На ноги опять. Да на пол. Так. Где вы должны быть сегодня? Вы сегодня должны быть на Шевченко 8. Чего, а шо там? Там бордель, который работает под прикрытием массажного кабинета. Не-не, сегодня нереально в него было попасть. Я звонил. Только на завтра смог записаться. На 17.00. Какое записаться? Вы должны были приехать и закрыть этот бордель. Мы закрыть бордель? Они че там оборзели? Пусть сторожей нанимают. Че должна полиция приезжать закрывать этот бордель? Завтра мы стриптиз там танцевать будем, ага. Не, подождите-ка. Я на свою бывшую работу не вернусь. Я могу вместо нее работать. Внедрите меня тайным агентом. На Сталинграде 36. Что произошло? Да шо, короче, нам позвонили. Сказали, шо из сауны очень громко матерятся мужики. Ну, мы и выехали на воздержание. Задержание. Вы там были. Нам лучше знать, на шо мы выезжали. Короче, мы с Семеной заходим. Да, понятное дело, выбрали меня, а Семену поставили на стрёме. Что значит выбрали? На вас была полицейская форма? Да ясен пень была. Мне что за нее еще доплатили. А вы, Семеновна, как там оказались? Вы же на стрёме стояли. Ну, так она орала так, что я подумала, что это нападение на полицейского. Вызвала подмогу, а сама в бой. Захожу в сауну, там не видно ничего. Туман, я дубинку схватила. И давай, давай, давай шарашить. Какую дубинку? Это я потом поняла, какую. Когда хозяин дубинки сказал спасибо, я закурил. Вы вдвоем как так оказались? Как же по-другому-то. Семеновна подмогу вызвала. Мы подъехали к этому борделю. Первым вошел раб Божий череп. Что там было? Начальник, то же там было не для протокола. Но было весело и необычно. Вы понимаете, если начальство узнает, вас вытурят из органов. Ой, знаете что, я за эти органы не держуся. Ну, в смысле, я держу... Ну, короче, вы поняли. Если бы вы знали, кто там парился, вы бы вот так вот не говорили бы. И кто? Водитель и пассажир автомобиля Mercedes Maybach Limited Edition. Господи, ну почему все идиоты в одном отделении? Не надо на меня смотреть. Кто допрашивал Иванова? Я. Мне докладывали, что вы показания из него выбивали силой. Бесовская клевета. Да. И когда вы с ним встречаетесь в следующий раз? Через девять и через сорок дней. Кто допрашивал Акопяна? Да я себе никто. Почему так долго? Так а шо, он же допрос продлил. Ладно, главное, что он раскололся. А расколол-то его я. Да, по принципу, плохой, хороший, полицейский. Это как, она была плохой, а вы хороший? Нет, там хороших вообще не было. Сначала череп ему, он настучал по черепу. А потом я говорю, слышишь ты, фраер? Если ты сейчас вся волосвою не раскроешь, еще и кадилом по кумполу получишь. Ауа! И что, после этого он сдал всех подельников? Нет, это уже котики мои постарались. Они ему в уши нас... Так, Семеновна! Семен, нас включи на максимум. Я тебя уволю с твоими котами! Эй! Ну вот я включилась. Далеко дорога... Да рано еще забывать, завыватель! Семену ей нужно нежненько. Ой, вспомнила! Слышь, начальник, а перед тем, как в человека стрельнуть, надо обязательно передупередительный воздух сделать. Ну, по инструкции да, но ситуация бывает разная. А, у меня как раз ситуация разная. Семеновна, ты че, ты куда? В Собес. Они мне пенсию неправильно насчитали. Семеновна, стой! Стой! Семеновна, остановись! В этом мещаде ада лишнее кадило не помешает. Да! Пойдем! Куда бы! Дизель-шоу! Вообще-то, когда выбирают дом, квартиру, где жить, часто смотрят, вот, где парк. Для кого-то важнее близость детского садика, школы, для кого-то важнее, наоборот, близость метро, дороги. Но мне кажется, все-таки очень важно, какие у вас соседи. А соседи бывают разные, конечно же, и дома, и на геополитической карте. В нашем случае соседи не выбираются, я кто кажусь, маемо шо маемо. Итак, под ваши аплодисменты всем соседям нашей любимой Украины посвящается! Это песня про соседей Украины, что вокруг. Очень сложно разобраться, кто нам враг, а кто наш друг. Чтобы в будущем конфликтов было проще избежать, Надо нам про всех соседей молодежи рассказать. Правду, папара-пам правду, папара-пам правду, правду и про всех. Исторически сложилось уже много-много лет На востоке Украины очень хитрый есть сосед Дружба нас соединяла, верили в один народ Оказалось, слово «дружба» — это лишь газопровод Как так? А пристать вот так вот? А народ куда же? Кинули народ! А на севере краины есть еще один сосед Белоруссией зовется, тут почти претензий нет Он пытается, как может, нас с Востоком помирить Видимо, один боится он с Восточными дружить Жим, жим, но немножко жим, жим Мы не убежим, жим, дружбы дорожим А на западе соседи на работу нас зовут А своих поляков немцам подороже продают К нам обратно в Украину едет польский автохлам Это очень по-соседски мусор свой подкинуть нам Хлам к нам, едет снова хлам к нам Снова едет хлам к нам, едет автохлам Есть красивые соседки Венгрия, Словакия Паспорта для закарпатцев раздают они друзья Мужики, конечно, рады, но не нравится нам тут Что красивые соседки без разбора всем дают Паспорт, не берите паспорт Не берите паспорт, не берите нет По соседству с Украиной есть страна Румыния Им не нравятся законы минобразования Что на нашей ритней мове будемо навчать детей Мы им скажем по-румунски Ну, не тряба в Астре Пам-пам, пам-парам-пам-пам-пам Пам-парам-пам-пам-пам Ну, не тряба в Астре Ну, а через Приднестровье очень маленький сосед С ним вообще проблемы нету Там своих хватает бед С молдаванами мы дружим И всегда будем дружить Хлеб, вино, конфеты делим Больше ж нечего делить Эх, мам, пам-парам-пам-юху Пам-парам-пам-эхо Дружба навсегда А на юге откололся Замечательный сосед Он теперь живет с Восточным Якобы не знает бед Только нервничать не стоит Будем терпеливо ждать Как сосед наш мост настроит Сразу будем возвращать Крым свой, пам-парам-пам, Крым свой Пам-парам-пам, Крым свой Будем возвращать Расправдали мы ракеты И границы без замка Потому что доверяли мы соседям на века Но мы скажем вам, соседи, Если будете бузить Доведеться, хоть не хочешь, Украинскую мову учить Так, так, Украинскую? Так, так, Соловьину? Так, так, Будем мову учить Это шоу для тех, у кого есть телевизор Дизель-шоу На наши концерты не требуют визы Дизель-шоу Мы шутим о добром, вечном и милом А все остальное смотри мне эфира